Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в области стабильная. За последнюю неделю в регионе зарегистрировано более 6 тысяч случаев ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 10%. Подробности. Всего за текущий эпидемиологический сезон в Кустанайской области зарегистрировано более 142 тысяч случаев ОРВИ. Основную долю заболевших, то есть 70%, составляют дети до 14 лет. Что касается COVID-19, то в регионе на этой неделе наблюдается рост инфекции в полтора раза по сравнению с предыдущей. Если в ноябре месяце у нас было зарегистрировано 48 случаев, в декабре мы уже зарегистрировали 186 случаев. То есть рост в декабре в сравнении с предыдущим месяцем 3,8 раза. Согласно матрице оценки эпидемиологический сезон в Кустанайской области находится в зеленой зоне. Всего с начала пандемии, с 3 апреля 2020 года зарегистрировано 56 921 случаев COVID-19. В том числе среди детей 6539. По своей социальной значимости грипп находится на первом месте среди всех заболеваний. Грипп начинается внезапно и сопровождается резким скачком температуры. Появляется выраженная интоксикация организма, который имеет следующие симптомы. Озноб, адинамия, мышечные и головные боли, ломота во всем теле, сухой кашель. Для обеспечения хранения вакцины медицинскими организациями имеется 112 единиц морозильного оборудования. В том числе 4 единицы с ультранизким температурным режимом для хранения 350 тысяч доз. Вакцинировано 364 тысячи человек, что составляет 61,1% от подлежащих вакцинации. Подлежащих вакцинации 595 тысяч 640 человек. Из них вторым компонентом 59,1%. Первый компонент вакцины Камернатип Файзер получили 21 490 человек. В том числе из них 202 беременные женщины, 2430 коммерческих женщин и более 11 тысяч подростков. Для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 85 коек, где находится 6 пациентов. За последние сутки в регионе зарегистрировано 8 новых случаев. Всего в Кустанайской области ревакцинировано около 200 тысяч человек. Повторно ревакцинировано менее 40 тысяч. При появлении симптомов, указанных гриппа, естественно, необходимо обращаться в медицинские организации, первичной медико-санитарной помощи с целью предотвращения осложнений от данного заболевания. Потому как сам грипп, в принципе, не несет за собой осложнение, а несут опасные осложнения от гриппа. Такие как пневмония, заболевания, воспалительные заболевания системы и мочевыводительные системы. Наиболее эффективным способом, хотелось бы акцентировать на этом внимание, является вакцинация. Компания по вакцинации от гриппа прошла с октября по ноябрь 2022 года. Для проведения данного мероприятия было приобретено более 80 тысяч доз вакцин грипп ОПлюс. И привито 80 тысяч человек. Из них порядка 7,5 тысяч составляют дети и более 68 тысяч взрослых контингентов. Специалисты в очередной раз напоминают, что лучшим способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. Для этих целей задействована 31 медицинская организация, в которой функционируют кабинеты для первичной и вторичной этапов вакцинации. Не следует забывать и о мерах профилактики мыть рук и ношения масок. Айдана Папанина, Руслан Джабаев, телеканал Костанай.